Доброго дня! Мне прислали комплект для лечения по системе вихревой медицины. Меня много раз на разных ресурсах просили оценить и дать характеристику некоторым комплектам, которые выпускаются различными производителями. Я всегда им отвечаю, что не могу ничего сказать, так как по картинкам трудно оценить реальные возможности комплекта и уровень эффективности. А в руках подобного не держал, так как сам их делаю во множественных количествах. К тому же, вы все знаете, что я исследователь по этой теме и у меня уже есть у самого свои собственные разработки, которые можно оценить как уровень открытия и нового направления в возможностях вихревой медицины. Соответственно, мне лично не нужны никакие другие комплекты. Единственное, это то, что я уже более 20 лет знаком с Валентином Дондорфом. То есть, мы старые знакомые. А он, как оказалось, с самого начала вместе с Мишиным лет пять назад возродили тему вихревой медицины. Хотя, кстати, сошлись они еще раньше по теме БТГ. Но эту тему Валентин отодвинул в сторону и усиленно стал исследовать лечебные свойства статического электричества. А я присоединился к его исследованиям около двух лет назад. Но так как мое свежее видение с точки зрения профессионального электронщика и знания в области биоэнергетики несколько не совпадали с уже принятыми догмами того же Мишина и других исследователей, то я выбрал свое направление исследований и вышел на совершенно новые уровни понимания, поведав вам о своих новых открытиях. С Валентином мы регулярно встречаемся и делимся как знаниями, так и наработками. Правда, он в последнее время усиленно занялся темой БТГ. Естественно, я в курсе, что и как. Так вот, вернемся к комплектам. Я уже говорил и писал многим, что могут присылать мне различные комплекты, а я их буду тестировать, испытывать, анализировать и давать рекомендации. Причем, как абсолютно независимый эксперт. Начинаем. Сделаю свою первую распаковку. Хоть, конечно, не себе приобретал. Это мне прислали. Как вы знаете. Естественно, я уже это все разбирал. Просто показываю вам, как это было изначально. Вот такая коробка ко мне пришла. и с ней вот такие запчасти для вихревой медицины. Это копия моего посоха, которого я разработал. Подставка довольно оригинальная. вот что у нас тут получилось. Я сейчас просто покажу всю комплектность, а потом уже буду подключать, показывать, настраивать, замерять. Что здесь у нас. Вот и довольно оригинальные сумочки. плот питания. Плоская катушка на меди. Приятно смотрится. это генератор. Это сапыче синус. Ну, как тут написано. в общем, схема последняя горелочкина. тут святые пары. Концы, конечно, мощные. индикаторы. Ну, индикатор. Вот один человек, который заказывал это все, заказал в таком комплекте. Значит, посох сделан разборный. Правда, непонятно назначение вот этой вот проводочкой. точнее, я так понимаю, это конец от одного из разгонной обмотки. А второй конец в другом месте. Ну, это вообще-то неправильно. Ну, потом поговорим об этом. Сделана разборная конструкция. довольно-таки интересно. вот такие разъемы здесь. Применяют блока питания. Ну, подошли сюда. Вот фольга. То есть, это излучатели. вот сама катушка той стор. Трифиляр намотан по моей методике. Подробности тоже буду дальше обсуждать. и вот опять складывается. Довольно интересный походный вариант. Значит, или в этом виде. так, поместится. Да, помещается. Вот он может быть таким готовым. И становиться в эту подставочку. Ну, сразу говорю, что вот такой вариант. Он рекомендуется, когда стоит где-нибудь на табуретке. Ну, на какой-то некоторой возвышенности. Потому что, если ставить на пол, вот как раз вот эта труба дополнительная и была бы необходима. Ну, здесь индикатор прикреплен. Тоже мои, как бы, разработки. Взяли ребята в пример. По моему образцу. Вот такой я уже не раз демонстрировал. И повторили. Вот достаточно устойчив он тут стоит. Если его сильно не дергают. Хотя, конечно, дергания будут обязательно. вот этот провод. Это все. Стоять надо недалеко от него обычно или сидеть возле этого посоха. Поэтому есть некоторая неустойчивость, но она нормальная. Вот тут тоже реквизиты, данные. подключая подключая генератор. дополнительная, как я уже сказал еще плоская и тор и блок питания ну как изготовитель говорит индикатор подарок вот такая походная сумочка и тоже конечно видно увлечение человека деревом любит что-нибудь рисовать на нем таблички шикарные прям лучше заводского приятнее смотрится тут два разъема один который вот здесь подходит как к осциллографу и второй вот как обычно идут тюльпаны которые там на звук на видео так я тут сделал переходник дополнительно это уже я сам делал чтобы мне к своим генераторам потом подключать потому что все это мы еще прогоним через мои дела и кое-что подключим к этому тоже из моего арсенала ну что под руками есть вот вот такая вот распаковочка сейчас мы перейдем уже непосредственно подключению и проверке данных наш разбор полетов начнем с блока питания сам блок питания он достаточно тяжелый что-то значит что тут не преобразователь а трансформатор обычный то есть это даже не блок питания это зарядка для мобильников некоторых то есть здесь 6 вольт 500 миллиампер пол ампера выход значит понятно стремление тех которые изготовляют вот эти комплекты и выдают по старым догмам когда еще там 2-3 года а то и 4 назад это все начиналось там ходили такие понимания понятия старые старообрядческие что вторичные источники не годятся для этой системы они там дают наводки гармоники и всякая такая беда на самом деле это все к сожалению они очень не правы в этом плане потому что при нормальном фильтре при нормальном питании это не имеет никакого значения а то что там гармоники какие могут проникать или помехи это настолько догматично настолько смешно опять же взять если какие гармоники могут сюда пройти тут во первых 300 кГц в основном генератор достаточно мощный относительно там полватта ватт это в общем-то достаточно мощности и какие-то гармоники которые имеют там микровольты ну может быть пару милливольт амплитуды они никак не могут повлиять на этот генератор это уж совсем если там по питанию плохие дела то может быть повлияет но это все удобно так что можете смело применять вторичные источники это даже лучше удобнее и проще а вот в чем этот недостаток я сейчас покажу вот у меня здесь такая приставочка она дает повышенное пониженное напряжение 220 вольт ну для проверки там моих дел этого не имеет значения факт то что я включаю и мы смотрим вот сейчас если мы смотрим вот сейчас на холостом ходу без нагрузки у нас вот 11 вольт я сейчас повышенное дам немножко вот получилось уже и 12 вольт то есть в зависимости от входного напряжения меняется выходное стабилизации естественно нет вот я даю нагрузку примеру 33 ома у меня резисторы есть нагрузочные и видим падение напряжения до 8 вольт о чем это говорит что напряжение гуляет само по себе вот я сейчас немножко увеличил напряжение ну тут по 220 там плюс 20 вольт 240 вольт примерно вот у нас уже 9 вольт то есть это ну совсем нехорошо обычно генераторы настраиваются на какое-то определенное напряжение и получается что из-за того что здесь гуляет да еще стабилизации нет да еще я покажу потом попозже наверное на оциллографе как отсюда в общем-то 50 герц проходит то даже неизвестно что хуже вторичный источник там в котором частоты там 30-40 а то и 200-300 килогерц современные или 50 герц которые пойдут прямо сюда вот эта нагрузка 33 ома а вот это полноценную нагрузку вот на полампера такая лампочка она как раз-то входит я замерял получается полампера и у нас выходит 6,5 вольт при повышенном 7,5 вольт если будет пониженная значит она упадет там до 5 вольт и так далее то есть это напряжение гуляет само по себе как хочет это не хорошо так что вот один минус мы уже заметили хотя в целом конечно оно пойдет но мое мнение что это не есть хорошо теперь у нас генератор и мы наверное сейчас в первую очередь подключим например тор тор у нас витая пара на рассмотрении подключено это все специальным кабелем для колонок для колонок это бескислородная медь так называемая довольно толстый и сейчас я расскажу какие тут достоинства недостатки ну как я уже вы наверное знаете по моим прошлым выпускам что я вообще противник витой пары я признаю только фторопласт точнее мгтф все остальное ну медь само собой это тоже хорошо с одной стороны но медью не намотая тор разъемы конечно тут мощные даже излишне мощные можно было бы попроще хозяин барин тор намотан конечно хорошо качественно довольно очень плотно то есть он не гуляет ну немножко я считаю диаметр за малый я предпочитаю диаметры вот как я всем рекомендую 53 миллиметра это средний диаметр здесь же он практически крайний почти а средний у него диаметр 42 да он пойдет он будет работать но моя рекомендация другая к тому тому же витая пара смотрим у нас что-то заработало берем родной индикатор тоже проверяем что-то есть но вот эти индикаторы понятное дело они показывают паразитное излучение то есть смотреть на качество катушки или там тора или там плоской по вот таким индикаторам это не очень правильно единственное что эти индикаторы годятся для того чтобы понимать есть ли вообще наличие какого-то излучения или нет или вот как эти которые мои или такого типа наферрити расстояние небольшое теперь посмотрим есть ли возможность них увидеть чисто статика есть на них или нет ну сразу скажу я проверял конечно уже это все статики тут не близко не далеко не видно то есть она есть но она очень и очень слабая никоим образом ее не поймать сейчас можно будет показать то что у меня как работает но сейчас немножко позже так теперь берем плоскую да сама конструкция плоской в общем конечно дерево ну любит народ делать на дереве тоже догматичное понятие да дерево это хорошо красиво но оно во первых марается то есть его надо плотно покрывать лаком для того чтобы оно было нормальное иначе оно со временем станет не очень эстетичным сама конструкция достаточно крепкая вот катушечка намотана очень хорошо ровно красиво чисто и пленочкой покрыта ну смотрится конечно шикарно согласен но пленочка это конечно ненадолго хватит вообще рекомендую как торы так и плоские обязательно какой-то чехольчик надевать их рекомендуется больше шерсть или что-нибудь подобное то что любит статику какой-то материал который любит статику подумайте что можно какой-то мешочек шить для чего это надо вот я вот трогаю пальцами мало ли какие у меня что на руках оно будет обязательно там люди потеют где-то хватается за какие-то грязные места мыть руки перед каждым употреблением этой катушки или вот этой плоской забывают и со временем у нас забьется всякой грязью всякой дрянью которая и во-первых не генинично и ну некрасиво к тому же кто там к мышу себе приложит кто к ноге и все это потом ну сами понимаете поэтому обязательно надо чехольчик то же самое и сюда чтобы вот это все не отклеивалось ничего не портилось и вот эта поверхность не засорялась да и не ломалась в общем-то не царапалась тоже желательно какой-то чехольчик сделан достаточно крепким но опять же вот есть недостаток в том что например вот по гинекологии например желательно вот садиться на такие вот катушки но на нее особо не сядешь она треснет соответственно тут надо что-то подкладывать чтобы уравновесить вот плоскость ладно поедем дальше включаем смотрим что-то есть моими проверяем все светится тут немножко она подальше берет но опять же проверяем статику статику мы тут не увидим так же как и в этом варианте тут немножко свет у меня засильный тем не менее ничего не видно то есть она рабочая она работает все все нормально но статики здесь маловато так и у нас самое я считаю серьезное и главное это посов да в таком положении его держать не нужно когда вы пользуетесь потому что обязательно надо вертикально ставить то есть если человек стоит значит надо вертикально если лежит значит ну то есть параллельно телу просто у меня тут места нету поэтому мне приходится вставить вот так смотрим здесь вот мы тут уже видим что у нас что-то светится вот то есть я держу за ножку и загорается где-то даже на 5 миллиметрах так как эта система развернутая это то что я достиг именно возможности излучения статики хорошей статики причем надо учитывать что это симметричная статика вот вот эти все торы плоские они дают несимметричное то есть идет или отсюда или отсюда излучение так же как и в торе или отсюда или отсюда и вместе с ним максимально идут паразитные излучения здесь же вот с этих излучателей идет чистая статика можно пользоваться как и одной стороной второй стороной переворачивать или двустороннее ну я вам уже в своих роликах показывал рассказывал как что работает и действует вот оно светится нормально теперь берем вот я своим смотрю я не дотрагиваюсь и вообще когда проверяете вот таким индикатором дотрагиваться до голых излучателей не стоит не надо во первых оно будет немножко неприятно вас щипать и это неправильное измерение надо на некотором отдалении то есть вот где-то миллиметров вот сейчас миллиметров даже 10 миллиметров я вот кладу вот оно горит ну то есть явно видно что излучатель работает посох то есть затрагиваться не надо так я не снял этот ну ладно снимать не буду зачем товарный вид но как-то он не хочет особо гореть вот только когда прикасаешься но это неправильно попробую надо все-таки вот отдирать ладно отдерем потом заклеим ну чувствительность да за низкой самого индикатора значит в чем дело просто вот эти светодиоды они не очень вот эти вот видите разницу это современные 57-60 а эти по-моему 28-30 кажется они имеют соответственно чувствительность похуже чем вот эти это более современные из-за этого у вас может и не гореть а то что дотрагиваешься когда горит это неправильно дотрагиваться не надо единственное что вот можно пробовать через что-то вот вот если так горит это нормально можно так проверять и там видите у меня чувствительность получается лучше то есть я вот видите приложил куда и у меня уже горит вот между и все горит то есть желательность такие вот матрицы применять не старые а поновее они сейчас тоже по-моему они даже дешевле стоят чем вот эти так вот у нас такая проверка сейчас по поводу статики и паразитной паразитное излучение здесь тоже конечно присутствует так я наверное я специально вот это кольцо так сделал чтобы можно было вот именно вот так проверять именно для посохов видите вот на таком расстоянии работает а на этом у нас работало вот почти ну не в два раза но почти в два раза ближе опять же я говорю это паразитное но оно все равно показывает несколько и то что вот идет как излучатель как здесь статику дает так и то что здесь фторопластовый то есть мгтф к тому же трифилляр и как видим он дает больше чем вот этом вот здесь у нас где-то сантиметров восемь а тут было где-то вот так да то есть сами видите даже вот так уже визуально а сейчас я еще покажу на своих подсоединил я разъемчик вот сейчас свой гибрид проверяю здесь уже индикатор встроен именно статический то есть он никакая там не катушка там никакой не провод хитрый там именно статическая и вот смотрим и так горит и эдак горит так видно тут попробуем этим так моя четко горит это опять не горит то есть сами понимаете что на светодиодах этих оно не очень хорошо идет вот с этой стороны еще ладно как-то вот оно вплотную потому что здесь как раз излучатели вот здесь наклеены фольгам здесь центр вот так вот если ну где-то даже 5 миллиметров так а на моем вот уже начинает где-то с 10 даже больше миллиметров 15 уже загорается то есть явно у меня получше чувствительность моих вот я могу так положить могу так положить даже вот тоже опять расстояние и оно как видите хорошо горит то есть тут еще чувствительность потому что многие жалуются что у них вот они посох сделали там другие вот торы там плоские и у них почему-то не загорается причина низкая чувствительность этих светодиодов вот такие получше чем эти по-любому поэтому имейте ввиду ну тут понятно то есть вот тот же генератор горелочки ну Дэна все то же самое ну вот я просто меняю сами потребители теперь попробуем мою тестовую плоскую так и вот у нас видите как наверное да не видите то есть достаточно высоко горит вот тут немножко не видно уже вот еще горит вот где-то вот здесь только а на этой где-то было вот на таком расстоянии то есть два раза меньше опять же смотрим так так старайтесь держать провода подальше в другие тут не хочет такой индикатор как видите горит вот ну конечно место надо ему искать к тому же почему у меня еще горит хорошо потому что вот здесь вот как бы лишний провод я уже говорил там в своих выпусках вот этот лишний провод который остается при намотке плоских его не надо обрезать его надо делать вот так и получается статика довольно обширная так этот смотрим вот опять мимо то есть чешфитность такого индикатора очень низкая соответственно пользоваться им очень ограниченно можно этот пожалуйста я сразу кладу действует все нормально встретиться отлично можно определяться причем если перевернуть не будет не будет не будет не будет не будет да если посмотреть вот этот индикатор то вот он даже в плоскости он вот вот так светится светится и светится вот здесь только уже перестает и соответственно вот здесь вот только здесь прекращается все почему старопласт в первую очередь все абсолютно одно и то же но отличается это медь катушечка хорошая вот вот она как малая для некоторых проблемных вещей она полезна так же как вот есть и такая средняя и еще побольше может быть каждая немножко по-своему работает вот это она более жестко работает и для некоторых случаев она достаточно полезна но желательно к этой иметь побольше причем все-таки с МГТФ вообще желательно иметь и такую и такую а еще и третью чтобы было и по частотам да должны быть разные частоты на разных катушках точнее все даже не знаю как лучше говорить потому что катушки это неправильно у меня все время как только говорю катушка у меня сразу сбой начинается матрицы потому что это не катушки можно называть излучатель даже вот так как на посохе излучатели так и это в принципе это излучатель статики но не катушки и вот разные частоты должны быть и разные диаметры ну это идеальный конечно случай был бы то же самое с торами желательно иметь торы различных частот и желательно все-таки иметь СМГТФ для тоже для разных случаев так попробуем подключить теперь мой агрегат экспериментальный площадь освободим конечно такого бардака не должно быть это мне уже приходится нажиматься но особенно посохи должны быть в отдалении от металла когда вы пользуетесь именно посохами то вот эти все дела должны быть подальше по крайней мере хотя бы на полметра мы тут просто проводим испытания некоторые это не столь важно значит вот у нас опять же смотрим расстояние опять значительно больше чем на том все абсолютно то же самое только тор сделан так как я делаю теперь смотрим что у нас со статикой тут у меня конечно изоляция и вот расстояние со статикой у меня где-то ну почти 15 миллиметров тут ну почти буквально 2-3 миллиметра она уже горит ну плюс изоляция изоляция конечно тонкая то же самое и здесь то есть все одинаково кроме вот этого и уже есть разница тут вообще отлично все то же самое с неонками вот они горят уже где-то на ну больше 10 миллиметров больше 10 миллиметров ну про это я уже не говорю то есть сами видите сами индикаторы плоские желательно делать вот так как я именно показываю я не зря выбирал вот именно такие полоски но люди стараются по-своему подобраться к этому опять же с Тором как я говорил у меня Тор во первых я его наматываю так как я рассказываю в своих видео и все-таки средняя там 53 миллиметра а не так как здесь крайний диаметр почти 55 если если я возьму другие посохи которые у меня другой конструкции вот примерно и такой и у меня помощнее я уже показывал это все оно тоже будет работать лучше несколько но это тоже все работает я не хочу сказать что это плохо все нормально так значит то что я вам сейчас показал это касается конкретно вот этого генератора ну и самой системы то есть блок питания генератор и уже родные торы и плоские катушки то же самое и посох на сегодня это будет пока все так как мне надо будет все подключать уже через осциллограф и я буду подключать уже свои генераторы то есть два вида генераторов будет один такого уровня то есть слабенький и второго уровня который я обычно показываю усиленный а там уже посмотрим что у нас получится пока даже сам не знаю я не смотрел еще так что будем вживую это все проверять так и последнее напоследок все-таки хотел бы кое-что сказать если вы заметили что я сейчас в последнее время затянул с лихьевой медициной и вы знаете почему причем мне там еще накидали некоторые аборигены которые по-моему берега попутали какие-то требования мне выставляют какие-то условия ребята это все мое добровольное желание я хочу делаю не хочу не делаю если если еще какой-нибудь тушканчик что-то на меня выльет по этому поводу я имеется ввиду по тем генераторам в первую очередь остальное пока ладно но кто-то на меня еще какой-то негатив и зальет по поводу генераторов я удалю эти видео по генераторам и показывать вам больше ничего по этому поводу не буду даже намек как хотите но принуждать меня и тем более требовать меня никто ничего не может просить вы можете спросить вы можете но требовать извините будет знаете как до свидания нет сейчас я не прощаюсь но я все думаю продолжать мне или нет просто так как я это обещал еще месяц назад это тестирование человеку и уже мне неделю почти это лежит я все никак не закончу и вот еще второй этап тестирования будет а там дальше будем смотреть спасибо за понимание до свидания будьте здоровы здоровы Продолжение следует...